Привет, я Антонио Сантена, основатель канала Real Men Real Style. Джентльмены, сегодня мы обсудим всю прелесть серых шерстяных штанов. Почему каждый мужчина должен иметь пару фланелевых брюк у себя в гардеробе? Я дам вам целых пять причин, почему, а также расскажу о проекте, над которым я сейчас работаю. У меня есть идеальный экземпляр фланелевых штанов. Где-то лет восемь назад я их заказал у Портнова. Использовали самую лучшую ткань. И только сейчас они начинают расходиться по швам. Где-то после двухста пятидесяти стирок. Честно скажу, мне очень грустно смотреть, как они портятся, но они точно отбили свои деньги. Конечно, мне пришлось за них немало заплатить. Они сделаны на заказ по моим размерам и дорогой ткани. Я использовал ткань Лоропьяно. Но что я понял, это были те самые брюки, которые я всегда брал с собой, куда бы я не поехал в путешествие, или когда мне приходилось делать презентацию. Каждый раз, когда мне надо было что-то надеть, чтобы я чувствовал себя отлично, и не беспокоился о внешнем виде и чувствовать себя на миллион. Серые брюки всегда были популярны и были у каждого уважающего себя мужчины в гардеробе, до тех пор, пока в мир не пришли джинсы. Возможно, из-за их дешевизны они смогли вытеснить серые шерстяные штаны, еще и Вторая мировая. Тогда практически вся ткань шла на форму для военных. Солдаты после войны вернулись, и шерсть стоила очень дорого. И тогда джинса начала постепенно заполнять гардероб, и так серые штаны ушли на задний план. И это большой позор, потому что это замечательный элемент гардероба. Первое. Что такое фланель? Фланель — это ткань, сделанная из шерсти, и у нее воросистая поверхность. Что такое ворс? Это когда с верхнего слоя ткани собирают волокна и делают таким образом еще один слой, который придает ткани очень гладкую и мягкую структуру. Ладно, давайте перейдем к пяти причинам, по которым у вас должны быть такие серые шерстяные штаны. Готовы? Номер один. Это классика. Я говорил, что они были у каждого мужчины в гардеробе. Этот тип штанов был модным на протяжении сотен лет. Что это говорит? Если ты купишь пару таких штанов, пусть немного дорогие, то они будут актуальны еще пять или пятнадцать лет, пока их стиль устареет. Хотя я думаю, что они никогда не выйдут из моды. Может, сейчас они не так популярны, и это наше преимущество. Пункт номер два. Серые штаны многосторонне. Это означает, что к ним легко подобрать как верхнюю одежду, так и обувь. Серый – это универсальный цвет. Почему? Потому что это бесцветный оттенок. Он находится между черным и белым. Например, если у вас фиолетовая, оранжевая или желтая, или вообще любого цвета куртка, то серые штаны замечательно подойдут к ним, потому что они не привлекают внимания к себе. Оливковый пиджак, яркий платок и синяя рубашка. И сюда отлично вписываются серые штаны. Только что описал свой самый любимый костюм. И к тому же, это выглядит отлично. У людей даже не к чему придраться, только остается задаваться вопросом, почему этот мужчина так хорошо выглядит. Повторюсь, вы можете их совмещать с любыми цветами и паттернами, потому что они нейтральны. Обычно они идут без каких-либо узоров, так что они хорошо будут подчеркивать остальные элементы вашего внешнего вида. Их можно носить как с пиджаком, так и со свитером. Их можно носить просто с рубашкой, как я сейчас. Пункт номер три. Это удобно. Я уже говорил о ворсистой поверхности. Другие брюки или штаны из хлопка, джинсы или другой ткани хороши, но никакие из них не будут столь удобны и комфортны, особенно осенью, зимой и весной, когда подует холодный ветерок, как ворсовые серые брюки. Они теплые и приятно прилегают к телу. Когда я путешествую, то мне нравятся эти штаны, потому что в них супер комфортно. Они идеально сидят на мне, и они приятны на ощупь. У меня такое впечатление создается, будто я в пижаме. Когда я в самолете, и вообще очень здорово, когда ты можешь выглядеть хорошо во время путешествия. Пункт номер четыре – это текстура. Я уже говорил про ворсистость таких штанов, но другое преимущество такой текстуры, так это то, что она привлекает внимание, и люди всегда словно хотят ее пощупать. Так что если вы одиноки или женаты, не удивляйтесь, если вдруг женщина подойдет и начнет щупать вас за штаны. Это не всегда плохой знак, просто срывает барьеры. Но текстура делает их более многогранными. Номер пять – это прочность. Это то, в чем многие люди сомневаются насчет таких вот серых штанов. Сколько они продержатся? Да, это так. Мои серые штаны продержались 250 стирок. Как минимум, я их носил последние 8 лет, и только сейчас на них появляются следы изношенности. Конечно, это зависит от качества ткани, поэтому Брукс Браузерс продают такие штаны по очень высоким ценам. Они используют высококачественные итальянские или английские шерстяные ткани, а это означает, что они сохранятся долгое время. Насчет шерсти стоит быть внимательным, так как со временем шерсть скатывается и могут появляться зазоры в ткани. Бонус номер шесть. Если у вас будет пара фланелевых штанов в гардеробе, тогда вы будете выделяться. Они сейчас не очень популярны, их вытеснили джинсы, и я заметил, что все вокруг меня носят хлопковые брюки или джинсы. И если я надеваю серые брюки, то я один из сотни. Поэтому каждому мужчине необходима такая пара. Она помогает тебе выделяться в хорошем смысле этого слова. Я говорил вам о своих любимых фланелевых штанах. Давайте я вам покажу несколько деталей. Во-первых, у них нет ушек для ремня, так как я не собирался носить их с ремнем. Без него фигура выглядит более целостно. Наверное, у кого-то появился вопрос, «Антонио, а как они тогда на тебе держатся?» У меня дополнительные пуговицы на боку. Эти пуговицы позволяют подтягивать пояс штанов, в зависимости от того, как я себя чувствую сегодня или сколько я ел. А еще у них спереди есть три крепления. Обычно на джинсах всего одна пуговица, и на дешевых брюках тоже. На качественных брюках обычно три крепления, которые распределяют натяжение, что значительно улучшает внешний вид спереди. К тому же, у них также есть секретный карман, так как на них нет заднего кармана. Мне нравится ровная линия сзади, а не когда там торчит какой-нибудь волдырь. У меня даже нет такой привычки поставить бумажник в задний карман. Но мне тоже нужен карман для всяких вещей. Так вот, для этого у меня есть секретный карман, который находится внутри брюк. В нем я могу хранить свои карточки и деньги. И карманники никогда не доберутся до него. Когда я надеваю рубашку с этими штанами, и на мне мои подтяжки для рубашки, у меня очень цельный вид. Мне постоянно говорят комплименты по этому поводу. Людям не к чему придраться. Они только понимают, что в том, что я выгляжу, есть что-то необычное. Вы можете пойти заказать себе свои собственные штаны у портного, как я это сделал из супервысококачественной ткани. Мне она обошлась в 400 долларов. Сейчас я работаю над одним проектом, где я хотел бы сделать такие фланелевые штаны, доступными каждому. Я оставлю ссылку с анкетой под видео. Было бы здорово, если бы вы мне сказали, что для вас важно в штанах, какой дизайн вам больше нравится. И оставьте вашу почту, чтобы я мог вам сообщить, как только они выйдут на прилавок. Мы собираемся шить 100 пар штанов для сотни мужчин, которые заинтересованы иметь пару отличных фланелей по доступной цене. Сами посмотрите, Брукс Бразерс выставляет штаны по 350 долларов. Есть много других компаний, которые продают по 200, но они не всегда используют хорошую ткань. Конечно, мы не сможем изменить дизайн на каждых штанах, но мы сможем подогнать область пояса для каждого, чтобы они отлично сидели на вас. Да, эта идея меня зажигает. Оставляйте комментарий, если вам интересно это предложение, и заполняйте анкету, чтобы я смог вам по почте отправить информацию о том, когда эти штаны будут доступны. Также на моем сайте есть статья про фланелевые штаны, где я рассказываю больше деталей. Джентльмены, берегите себя и увидимся в следующем видео. Продолжение следует...